Привет всем! У меня сегодня будет несколько метафизическая тема на гармоническом ладу. Говорить я буду о трех блатных аккордах, которые уже всем, я думаю, о скоме набили. Зачем я пишу это видео? Постоянно возникает проблема с тем, как объяснить детям, почему это тоника, это субдоминанта, это доминанта. Почему она доминирует, никому не понятно. Значит, есть какой-то у нас такой альфа-мейл, альфа-смец, которому почему-то нужно подчиняться вот этому аккорду, и все возвращается в какой-то базис. Есть, конечно, сухая классическая тема, где вы просто показываете ребенку, что вот смотри, мы пронумеровываем ступени. На пятой у нас есть один аккорд доминанта. Если мы идем вниз на пять ступеней, 1, 2, 3, 4, 5, у нас есть другой аккорд, это субдоминанта. Они не хуже, не лучше, они просто разные. Этот аккорд чуть слабее по напряжению. Почему? Потому что в его состав входит одна нота из базиса, поэтому эта рубашка ближе к телу. Доминанта наиболее не похожа на наш фундамент. Тут нет ни одной ноты, которая входит в тонику. Дети все это слушают, кивают и, как правило, пропускают мимо ушей. Поэтому я решила пойти креативно, пойти таким креативным конем и провести аналогию с семьей, как ни странно. Что я предлагаю? Давайте представим, что это у нас какая-нибудь семья до мажор. Ну, семья каких-нибудь чичулиных, чичулят. Это наш базис. Давайте его пронумеруем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь поколений. Привет эзотерикам в друзьях. Это наш род Чичуриных. У рода Чичуриных есть мама Чичурина. На четвертой ступени, замечу. Есть папа Чичурина. И, собственно, вот название семьи. Представьте, там какой-нибудь герб, я не знаю, с оленями, орлами. Может, все вместе. То есть, в чем суть? Если вы заметили, вот есть мама. Четвертая ступень четная. Обращаю внимание, она четная. У мамы есть дочки. Дочка есть младшая на второй ступени. Например, какая-нибудь Алена, да? Давайте скажем, что это Алена Чичулина. Есть старшая дочка на шестой ступени. Что здесь нужно заметить ребенку, что эти числа четные. То есть, у нас женская линия на четных ступенях. Опять напоминаю, берем поколения. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И вот на четных ступенях у нас subordent women. Сейчас феминистки меня убьют, но я беру аутентичный домостроевский взгляд на вещи. Мама старшая дочка, мама младшая дочка. Таким же образом, у нас есть папа на пятой ступени, есть старший сын на седьмой ступени. И есть младший сын на третье ступень. То есть, мужики у нас на нечетных, дамы на четных. Что нам это дает? Нам это дает иерархию. Любая система, она иерархична. Собственно, как и семья. Опять-таки, я напоминаю, что у нас есть устоявшиеся исторические, грубо говоря, ход развития вещей. У нас есть базис, послабее аккорд, посильнее аккорд и мы вернулись. То есть, у нас есть семья течеринах, мама, папа. Ну, собственно, мы говорим вот семья. Семья с детьми мы имеем базис, дочку, старшую дочку, папу. То есть, мы берем по мере силы и распределяем аккорды, чтобы у вас не была система, как иногда бывает у детей, которые хотят написать музыку. Они просто берут и, скажем так, самовыражаются, исходя из своих предпочтений, а не системных каких-то правил. То есть, звучит... звучит что-то такое уля Прокофьев, уля Островинский, но при этом они не понимают систему. Я все-таки настаиваю на том, что для того, чтобы ломать правила, их нужно знать. Поэтому, товарищи, извините, я вам сначала объясню, как оно должно быть, а потом вы будете самовыражаться. С точки зрения метафизики, это очень интересно наблюдать, потому что, смотрите, вот у нас мама, если мы к маме добавим еще одну ноту, получается младшая дочка. То есть, у нас младшая дочь примерно на 70% состоит из мам. То же самое касается старшей дочки. Она процентов на 70% состоит из мам. То же самое происходит с мужской половиной. Вот у нас старший сын, который почти папа. Вот у нас младший сын с тем же процентным соотношением. Что бывает, если семья без женщин, да, это не мужчина? У нас получается какая-то такая кельтская община. Сейчас я вам покажу. Это звучит примерно... Не падай. Примерно так. Можно, конечно, сделать банально. Мы просто имеем первую ступень, доминанту. Первую. Но так интереснее, да? Почему? Потому что если одни мужчины, женщины нет, ну скучно же, согласитесь. Они что делают? Они грустят. Это грустный аккорд, видите? Вот радостный аккорд. Четыре полтона плюс три. А это грустный аккорд. Для счастья нам нужно просто подняться на полтона вверх. Вот грустный аккорд, а вот радостный. Такая кельтская община. Это семья без женщин. Бывает наоборот, когда нет мужчин, что в России довольно распространено, правда? У нас есть только женщин. Тогда мы имеем так называемый логальный оборот. То есть мы идем по четным. Вот у нас четная ступень. Мы по ним идем. Опять-таки женщинам без мужчин не особо хорошо. Они грустят. Феминистки. Не бейте меня. Особенно, смотрите, как интересно. Если у нас грустная мама. То есть в нормальном состоянии мама звучит вот так. А если мама грустит, то что происходит со старшей дочкой? Она расширяется. Как правило, на старших детей вообще очень часто ложится какая-то ответственность за родителей. Подчистую из-за младших товарищей. Поэтому старшие дети расширяются по своим, по объему ответственности. А младшие, наоборот, скукоживаются. Видите, они стали уменьшенными. Это уже почти Рахманов. Сейчас я вам покажу. Попытаюсь подчеркнуть. Это логальный оборот. Четвертая, первая ступень. Такая мама императрицы. Ну, почти Рахманов. Идеальный вариант, конечно, когда мы имеем и женщину, и мужчину вместе. Это полная счастливая семья. Да, вот мы вернемся к нашей семье Чичуни. Мы обычно берем, грубо говоря, герб. Сначала мы показываем, какая у вас фамилия. Потом мы идем к Алене. Потом мы переходим на Маруську. От Маруси мы идем к маме. Потом мы вспоминаем, что у нас главный папа. Он может быть радостным, может быть грустным, он может быть разным. Это, по-моему, говоря, естественные взаимоотношения в иерархической системе под названием тональность. То есть тональность как семья. Можете объяснить, что тоника это фундамент. Субдоминанта это стены. Доминанта это потолок, потому что это максимально неустойчивая точка. И мы вернулись на фундамент. Можете взять отсылку к ухтомскому психологии, например. Есть такое понятие, как доминанты. Что такое доминанты? То, что у меня доминирует в голове, то, что меня интересует, то, что мне очень интересно. Например, интересуетесь вы преуспеванием, успехом в обществе. Вас везде я буду интересовать. Привет, таргетированной рекламе, статьи про успех, статьи про СИО, статьи про продвижение. Это ваша доминанта на данный момент, поэтому вы в мире будете замечать только это. То есть вот вы, вот ваша доминанта, к чему вы стремитесь, вот ваша личность. То есть, в принципе, основная задача – научить ребенка логично, мыслительно находить соответствие кругом. Потому что музыки не всегда учатся для того, чтобы впоследствии играть, становиться каким-нибудь виртуозом и горовицем. Просто нужно понимать, что эта система актуальна для многих подсистем. Алгоритмы можно перенести из сферы музыки в другие сферы. Давайте посмотрим на полную семью. Как научить ребенка, собственно, эту полную семью строить от других клавиш. Мы берем аналисти, то есть семьи, да, вот с чечеринами мы вроде как разобрались. И мы должны объяснить ребенку, как построить все эти ступени. Вы объясняете ему, что есть определенное расстояние между базой, младшей сестрой, младшим сыном, мамой, папой, старшей дочерью, старшим сыном. И мы опять вернулись. И мы размеряем, промеряем эти расстояния. Здесь у нас тон, состоящий из двух полутонов. Полтона, напоминаю, это ближайшие соседи, в цветопара. Мы не дискриминируем черные клавиши, мы их включаем. Два полутона дает нам тон. И нам нужно просто просчитать расстояние между этими членами семьи Чичуриных. У нас есть тон, тон, полутон, тон, 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 полутон. То есть два тона, полутон, три тона, полутон. Зачем это нужно делать? Зачем это вообще нужно учить? Так проще всего построить аккорд, потому что дети не понимают, что такое аккорд. Аккорд – это созвучие из трех звуков. Как их сделать? Вы находите по этой системе счастливой семьи все ноты. Потом, если мы строим аккорд от первой ступени, которая, собственно, дает имя всей этой семье, мы убираем всегда четные клавиши. Вторую, четвертую – это первый аккорд. Дальше мы берем все эти клавиши. Например, нам нужно найти маму на четвертой ступени, субдоминанту, которая подчиняется доминанте и папе. Опять-таки мы делаем то же самое. Мы берем все клавиши этой семьи. Чужая семья нам не нужна, нам своих хватает. И убираем четные клавиши – вторую и четвертую. То же самое. Чужой папа нам не нужен, но обычно, правда? Поэтому мы берем что? Убираем вторую и четвертую ступени. Мы убираем четную ступень, у нас получается аккорд. Альтернативная версия – вы просто от каждой ступени высчитываете мажор либо минор. То есть вы будете считать мажор 4 плюс 3, 4 полутона плюс 3. Это менее удобно, это требует большего количества времени, поэтому советую просто разобраться раз и навсегда. Как сделать счастливую семью по имени Чичулины от Нодыду? Дальше вы просите ребенка найти базис, найти старшую сестру, найти маму, найти младшую сестру. И потом сделать эти 3 столпа, 3 черепахи, 3 китая, я не знаю, как хотите называйте. Мама, папа, семья. Грустная мама такое бывает. Грустный папа, семья. В правой руке, чтобы ребенок запомнил, у вас будет просто лад. Апликатора будет 3 плюс 5, то есть я имею в виду подряд 3 пальца. Подвернули. Грустный вариант. Чтобы у ребенка уже простроилась система, мы идем по женской ветке, женской ветке, женской ветке. Мама, папа, семья. Мама, папа. Потому что если мама грустная, то и папа будет за компанию, скорее всего, грустить. А фоном все хорошо. Тут возможно вариант, но главное пока привить ребенку чувство семьи почти, можно сказать, тональности. Дальше мы делаем то же самое, а-тре-мажором. Сначала мы определяем расстояние между всеми членами семьи, потому что другая семья, это уже Иванова. Это были Чичулина, а это уже Иванова. У Ивановых будет другой состав, там другие люди живут, правильно? Поэтому мы повторяем эту схему тон-тон-полутон. Три тона-полутон от ре. Что мы имеем? Тон. Это расстояние от базы до младшей дочери. Потом у нас идет младший сын. Вспоминаем по до-мажору. Это опять-таки тон. Тон-полутон. Тон-тон-тон-полутон. Мы имеем два диеза. То есть черные ноты. Ре-ми, фа-диа-соли, си-дора. Дальше нужно найти аккорды. База. Младшая дочка, младший сын. Мама, папа. Старшая дочка. Старший сын. И мы делаем все то же самое. И потом у нас мама, папа. Грустные теперь. И желательно, чтобы дети научились находить все эти аккорды. От любой ноты. Самостоятельно. Вы, конечно же, когда-нибудь покажете им сусы, джазовые аккорды. Аккорды с надстройками, но пока нужно понять базу. Чуть позже можно будет им объяснить, что у каждой из числей восьми есть ноющие родственники. Где находятся ноющие родственники? На малую терцию вниз. То есть на... Раз, два. Три полтона вниз. Но не feel down. Всегда feel blue. Down это всегда налево. Это всегда вниз у нас слева. В чем отличие от этих родственников? У них та же самая данность, что и у чечуриных. Ноты те же самые, вы видите, да? Но они просто встали буквально не с той ноги. Они не с той ноты начали. Вот отсюда я играю. Все хорошо, а тут я грущу. Поэтому мы видим, что есть чечуриные, а есть и грустные родственники. Так что я советую вашим детям потренироваться, делать семейные отношения внутри тональности. Чтобы у нас был базис. Это грустная младшая. Аленушка. Это грустная старшая сестра. И тут мы вспоминаем, что есть мужчина. И мы их объединяем. Аленушка. Играет музыка. В чем особенность современной музыки, ну вообще современной системы, уже нет этих вот аутентичных, мы уже никто не имеем понятия, где аутентично, где правильно, где неправильно. В принципе, можно так закончить. Можно сказать, что мама важнее, можно сказать, что папа важнее. То есть постепенно у нас размылся центр, грубо говоря, и его отношение с периферией. Раньше периферия была. Сейчас они, в принципе, все равны. Ну хотя бы, возможно, это, конечно, иллюзия. Скорее всего, это иллюзия. Я вам советую все-таки наблюдать, берегая, понимать, что обычно в музыке четные перемещаются с нечетными аккордами. И если вы будете проследовать этому правилу, ваша музыка будет чуть логичнее, чуть простроеннее, чуть приятнее на слух. Так что, ваше задание найти первую, шестую, четвертую, вторую. Четвертую, пятую, первую, четвертую, пятую, первую. От ре мажора, от ми мажора, от соль мажора, от ля мажора и от си мажора. Это была подсказка, потому что последняя тональность довольно-таки сложная. Вам нужно везде найти изначально базис маму, папу, базис. Потом нужно найти грустную маму, грустную папу, базис. А потом уже простроить их детишек. Можете прислать мне в комментарии ваши попытки сделать это. Если у кого-то будут проблемы, я помогу. Все. Пока.